Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата. Понравилось мне очень с вами разговаривать и делиться с вами разной полезной информацией, которая пригодится вам в жизни, особенно при знакомстве с турецкими мужчинами, при проживании в Турции, при знакомстве с турецкими родственниками. Мне кажется, моя информация будет для кого-то полезной. Не судите строго, все испытала на себе, поэтому то, что я знаю, то и говорю. Друзья мои, любви все возрасты покорны, не так ли? Каждая женщина должна быть счастливой. Для своего счастья очень многие женщины стараются сами искать себе вторых половинок и очень часто находят не тех мужчин, для которых они созданы. Им попадается очень много альфонсов, мошенников, аферистов, иногда даже хулиганов. Могу даже ей это сказать. Вы спросите, почему я так говорю, потому что у меня есть конкретные реальные истории, с которыми столкнулись мои друзья, мои подписчики, может даже быть, которые пишут также и в соцсетях. И я никогда не рассматривала ни одну историю, но решила поделиться, чтобы вы не повторяли их ошибок. Я в этом видео расскажу, наверное, несколько историй. Не знаю, посмотрим по временем, как и что. У меня их очень много. Я все думала рассказать, не рассказать. Даже некоторые даже сами просили рассказать о своих историях на Ютубе, чтобы не столкнулись с такими же ошибками. И слушайте внимательно, значит, история одной женщины. Эта женщина пыталась найти вторую свою половинку. Она писала мне и просила меня с кем-то познакомить. Естественно, вы сами понимаете, что у меня нету здесь армии мужчин, нету знакомых. Столько у моего мужа вообще, тот круг, который окружает моего мужа, я не хочу знакомить вас с ними. Потому что среди них женатые мужчины или проблемные мужчины, или много детей, или какие-то вредные привычки. И я не поэтому никого не знакомлю. У меня была одна знакомая, и вот несколько знакомых, которые порекомендовали один сайт знакомств. Не буду называть, я сейчас его кому нужно, напишу в личку. Потому что я всегда так делаю рекламу, не знаю кому и за что. Так вот, друзья мои, я сказала, говорю, вы знаете что, извините, у меня нету столько знакомых у моего мужа и такого возраста. Это была женщина уже под 60, даже больше. Но она хотела жить в Турции красиво и все, и хотела познакомиться с мужчиной такого же возраста. Я сказала, направила ее на этот сайт, на этот сайт. И постоянно была она со мной на связи. У нее было очень много предложений от таких же аферистов, мошенников и извращенцев. Она мне все было писала, все в шоке. Я говорю, блокируйте, блокируйте, блокируйте. И вдруг среди какого-то количества людей она потом начала говорить, уже более-менее два человека нормальных пишут мне. И я пожелала ей удачи. Ну и на этом наша связь прекратилась. Потом спустя какое-то время, месяца два или три прошло, я уже забыла про нее, о ее существовании. Она мне пишет письмо, Светочка, привет, какие документы нужно подготовить для замужества. А я говорю, боже мой, вы что, замуж уходите? Да, я выхожу замуж. Я так за нее порадовалась. Она мне рассказала свою историю, что такого же возраста, как она, человек больше 60. И он живет один, дети у него взрослые, два сына, все при семье. И они не против, чтобы их отец был счастлив, наконец-то было за кем смотреть. Ну знаете, что я так удивилась. Да, и он плакался, что он пенсионер. Она мне спросила еще сколько, говорит, пенсия самая такая средняя. Я ей когда написала, она говорит, ну он сказал, что нам хватит и все. Ну думаю, ну как можно на эту пенсию двоим людям прожить вообще, просто сидеть дома и все. Ну когда-то мы, в принципе, тоже же с Ашкаймом, да. А она, эта женщина, имеет очень высшее образование, хорошую должность имеет, зарабатывает. Еще пенсию, кажется, получала и еще работала. И я очень за нее порадовалась, что она наконец-то нашла свою половинку, хотя она не верила в эти сайты знакомств. Ну и какое-то время опять прошло, она опять появлялась, исчезала. Ей нужно было, потом эта пандемия, все прекратилось, все остановилось во время пандемии. И она выжидала. Но это пошло ей на... И многим историям на пользу карантин. И мне карантин пошел на пользу. Слушайте дальше. Значит, дальше, чем закончилась эта история. Она очень долго готовила, подготавливала свои документы для бракосочетания. И мне удивляло то, что она хотела повернуться, приехать в Турцию с концами, просить свою работу. Хорошо еще, что не продать дом, свою квартиру. И приехала. Я сказала, говорю, уважаемая, как вы будете жить, какие условия, что вам рассказал ваш будущий муж? Ну, что предлагает вам? Вы вот теряете сейчас работу и будете жить на его пенсию, вам это хватит? Она сказала, ну, у меня пенсия есть, и мы проживем. Он так сказал, у тебя пенсия, у меня пенсия, и мы проживем. Потом в итоге оказалось, что он зажиточный пенсионер. Что он купил на очень большой участок земли. Показывал ей машины, фотографии с машинами. Оказывается, он скрывал кое-что от нее. Но у моей знакомой не получалось делать как-то быстро документы, и все, приходилось время. Тянулось, тянулось. И я знала, допустим, что она должна была уехать, мы потеряли друг друга из вида. И вдруг она мне пишет, и я говорю, а где вы пропали? Я ей написала. Я думала, она уже в Турции. Я говорю, а где вы потерялись? Говорит, я никуда не еду. А как это? Я, говорит, такой депрессией, никуда не еду, Светочка. Я была вообще в шоке. Оказывается, этот пожилой мужчина, несмотря на то, что женщина все билеты оплачивала за свой счет, и я как-то с ней разговаривала и говорила, это так не положено. У нее там несколько пересадок до Стамбула. Не до Стамбула, а до его города. И она все оплачивала себе. Документы все за свой счет делала, все. Это мне не понравилось с первого раза. Но я не могла ничего подсказать, потому что меня не слушали в тот момент. Я говорила, требуйте всегда, чтобы билеты вам брал муж. Он говорит, ну мне неудобно, я не хочу зависеть. И я уже оставила эту тему. Да, друзья мои. Когда она собиралась, спросила его, когда она подготовила все свои документы, спросила его, на какое число мне брать билеты, он ответил ей, давай сейчас с ней будем торопиться, пускай время пройдет, не надо тебе пока приезжать. И потом, попозже мы вернемся к этой теме. Эта женщина была почти на чемоданах. Она, не знаю, хорошо, что не уволилась с работы. Она взяла отпуск, у нее были такие планы. И я ее тоже так подсказала, не надо концы обрывать и ехать сюда, в никуда. И вот такая ситуация была. Она была очень, ну естественно, депрессия человека. Ты же не молодой, а уже такого возраста, уже все решила уехать, все, как мы будем жить. Вроде бы все обсудили, все. Но мне кажется, здесь сыграла роль его дети. Да, его дети сыграли роль. Мужичок, старичок оказался таким бедным. Вскрывал от нее. И я не знаю сейчас, какая у них ситуация, какая что, но эта женщина очень близко перенесла все. И после этого у нее появились там болячки. И вот такая история была. Я была уверена в том, что она приедет, но все обернулось не тем. И, к сожалению, часто встречаюсь с тем, что когда женщина уже вот-вот должна бы вернуться, приехать к любимому человеку, у него появляются какие-то веские причины, что нужно чуть-чуть подождать, то еще что-то, то еще что-то. Так что вот одна из историй, мои хорошие. Но, наверное, я другую историю буду рассказывать в другом видео, а немножко хочу внести пояснение в эту же историю. Мне не понравилось, и обсудить немножко эту тему, что мне не понравилось в этом. Мне не понравилось то, что мужчина, который зовет ее за мужество, во-первых, не предлагает ей свою помощь. Ты приедь. А как приехать за свой счет? Тем более у нее несколько пересадок. Ну и он еще рассказывал, говорил ей, что когда ты приедешь, мы должны с тобой зарегистрировать брак по-мусульмански. Ты должна принять мусульманство. Вот настоял он так, вдруг неожиданно. Но она ему ответила, что я не буду мусульманкой. Это, может, придет ко мне со временем, проживя с тобой некоторое время, но сразу я не буду. Он говорит, нет, мы не будем в одном доме, пока ты не станешь мусульманкой. И когда она сказала ему нет, он, наверное, передумал, переосмыслил. Я не знаю, в чем причина здесь. Третья причина то, что он, естественно, как-то, знаете, по телефону все красиво говорят, да. На самом деле, когда дело коснется фактов, то они сразу убегают от своих ответов, от своих исполнений и все. И, естественно, эта женщина сейчас очень осталась обиженной. И я не думаю, что она приедет к такому мужчине, потому что в такой сложный момент, кто говорил о Шкэм, Севьорумах, а в такой ответственный момент он просто исчез. Исчез как? Предложил подождать еще? Не хотел ответственности. Вот, друзья мои, такая история. Смотрите сами, рассуждайте сами. Я хотела поделиться. И в каждом видео, наверное, буду сделать такие видео. По одной истории буду вам рассказывать от моих подписчиков. Надеюсь, вам было интересно очень. Всем пока-пока. С вами была Светлана Атака. Хорошо, сейчас мне видно. А я сидела в темноте. Ой, наши туфли-муфли. Пошла я, короче говоря, наболталась с вами. Иду с Шкэмом сейчас чай пить. Какие вас темы интересуют, пишите. Мы продолжим с вами. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. И делитесь моим каналом с своими друзьями. Пока-пока. Вместе мы сила. Субтитры сделал DimaTorzok